Всем привет! Сегодня прямо историческое событие, изменения которых все ждали с релиза в патче 1.8. В этом ролике мы разберем самое интересное. Полный список изменений вы найдете по ссылке в описании. А перед началом ролика хочу сказать, что провожу стримы каждый день на Твиче и Ютубе в 18.00. Там мы будем штурмовать лидерборд, который как раз ведут в новом патче. А сейчас мы лишь занимаем топ-4 среди пекарей по количеству побед в соло-режиме. В общем, приходите сами и друзей приводите. Основные изменения начинаются с нового расходника под названием фиолетовый коктейль. Целебный напиток, ежесекундно восстанавливающий по 1 единице здоровья и счета в течение 25 секунд. Не то чтобы топовый предмет, но явно неплох, так как восстанавливает хп до сотни. Ну и вечно бегущим в буре новый айтем понравится. Вы сможете взять с собой не более двух коктейлей, как и в случае с броней. Магазин предметов и шкафчик. Изучайте широкий ассортимент уникальных комплектов экипировки, дельтапланов и кирок в магазине предметов. Приобретайте косметические предметы за местную валюту Бурри Баксы. В только что открывшемся магазине появились образы персонажей и окраски оружия, приуроченные к Хэллоуину. Они будут доступны до 4 ноября. В магазине действуют ежедневные и еженедельные скидки. Все предметы из магазина косметические. Они не дают преимущества игре. Так что теперь вы можете менять флаг, облик своего персонажа и использовать косметические предметы в шкафчике. Та самая кастомизация, которую вы ждете с релиза. Также вы можете выбрать изображение и цвет для флага. Использовать приобретенные комплекты экипировки, дельтапланы и кирки. В версиях игры для Xbox One и PlayStation 4 появился голосовой чат. Не думаю, что такой чат был важен для пекарей, но вот консольщикам он и правда нужен. Новая конфигурация контроллера, опытный вояка, позволит практически не убирать большие пальцы с джойстиков. Моментально переключать оружие и быстро строить. Понятия не имею, что это, но видимо что-то интересное для консольщиков. Вообще пишите в комментах, нужно ли обозревать изменения для консолей. Посмотрим, сколько среди моих зрителей консольной элиты. Игроки теперь автоматически подбирают боеприпасы, стройматериалы и ловушки. Пожалуй, одно из лучших геймплейных нововведений. Не единожды сохранит вам контроль над ситуацией, но пополнит карманы патронами. Обратите внимание, что выброшенные предметы не подбираются автоматически. Но вы всегда можете взять их, нажав кнопку. Прочность воздушного шара, несущего груз с припасами, уменьшена с 2000 до 1250. Опять же, в соло режиме сбивать Unreal, а в складах сэкономит немного патронов. Предметы, появляющиеся при открытии сундуков с сокровищами или ящиков с боеприпасами, теперь реже собираются в кучу. Исправлена ошибка, из-за которой грузы с припасами в некоторых случаях не сваливались с построек. Таблицы лидеров. Сравнивайте ваши достижения с успехами друзей и всех остальных игроков. Сейчас в игре две таблицы лидеров. Таблица лидеров дивизиона. Дивизион это группа из 50 активных игроков, соревнующихся друг с другом за право занять первое место. Каждую неделю игра автоматически определяет вас в новый дивизион. У каждого типа боев, одиночные парные отряды есть свой дивизион. Отметив пункт «Только друзья» на экране таблицы лидеров, вы сможете сравнить свои показатели с показателями друзей. Результаты во всех таблицах лидеров обнуляются каждую среду. Таблица лидеров учитывает игроков только на вашей платформе. Собственно я играл только ради этого момента. Игра на циферке, места и соревнования ради соревнования. Что еще нужно в батл рояле? Сезонные уровни. Сезоны дают игрокам возможность повысить уровень своего персонажа и заработать уникальные сезонные награды. А также украшения для флага. В первом сезоне игроки смогут подняться до сотого уровня, текущий уровень игрока отображается на его флаге. Игроки со второго по сорок девятый уровень получат награду украшения для флага, отражающей степень их мастерства. Участники же первого сезона смогут заработать две уникальные награды. Их выдают только за развитие персонажа по ходу сезона. В настоящий момент их нельзя получить каким-либо другим образом. Таким образом, за десятый уровень вы получаете уникальный сезонный флаг. За двадцать пятый уровень уникальный сезонный дельтаплан. Игроки могут увеличить свой сезонный уровень, участвуя в ежедневных испытаниях. По-простому выполняя дейлики. Каждый день в игре появляются новые испытания. У игрока может быть до трех активных испытаний одновременно. Выполняя ежедневные испытания, игрок получает сезонный опыт. Общие изменения вооружения. Изменены характеристики пистолета-пулемета. Эти изменения не распространяются на тактический вариант. Урон обычного ПП теперь равен 11, зеленый 12, синий 13 единиц. Скорость перезарядки ПП уменьшена на 15%. Пули, выпущенные из снайперской винтовки, теперь оставляют след в воздухе. По-простому трассера. Автомат. Уменьшен штраф к точности при перемещении. Это изменение не распространяется на калаш и автомат с прицелом. У автомата с прицелом же улучшена графика во время прицеливания. Эффекты трассеров и дыма теперь соответствуют поведению оружия. Изменения на карте. В районе с контейнерами, к югу от Помидоровки, теперь больше добычи. Контейнеры смещены для более точного совпадения со строительной сеткой. Исправлена ошибка, из-за которой трава исчезала на некоторых типах местности. Несены коррективы для устранения стыков на земле и объектов, парящих в воздухе. Также исправлены объекты, прежде бывшие неразрушимыми. Изменение звука. Голосовой чат теперь продолжает работать, когда вы наблюдаете за товарищами по отряду, в режиме зрителя и по завершении боя. Сокращено расстояние, на котором игроки могли слышать звуки потолочных и настенных ловушек. Размещенные настенные ловушки теперь издают легкое жужжание. Исправлена ошибка, из-за которой звук шагов заглушался остальными звуковыми эффектами. Исправлена ошибка, из-за которой звуковой эффект шагов воспроизводился по несколько раз за шаг. Изменения в интерфейсе. Исправлен цвет в степени редкости у расходуемых предметов. Вероятность найти эти предметы в сундуках или игровом мире осталась прежней. Аптечка теперь будет зеленой. Защитное зелье синим. Добавлена подсветка фона у активного стройматериала. Впрочем, это были самые интересные изменения в патче 1.8. Напомню, что полное описание изменений вы можете посмотреть по ссылке в описании. А на этом пока все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за просмотр и пока. Субтитры сделал DimaTorzok